Саран Таран, с вами Ари Ран, мультиреакция, смотрим с вами новинки кип-поп, читаю ваше сообщение, которое вы мне открываете по донату. Активизировались ребята BTS у нас в этой реакции, я думаю вы уже глянули какие клипы мы будем с вами сегодня смотреть. Начну с заявочки, которую прислала Светлана, ты пишешь Юн, представила свое музыкальное видео на песню Smoke Sprite с участием BTS Арема. У меня пошли мурашки от песни, Арем хорошо вписался в песню. Это у нас Хуан Со Юн, и я честно говоря не помню, знаю я что-то из ее творчества или нет, в любом случае то, что случился этот релиз, сразу же обозрили на всех новостных сайтах. И я конечно же предполагала, что мы с вами все-таки посмотрим вместе, у нас тут композиция кадра, как у старого телевизора 3х4. Вот давайте глядеть, поехали. Оу, громко как. Служите, звучание прям такое, знаете, у меня что-то ассоциации с кино пошли. Оу, вау. Прикольно. Она немножечко, да, такая в том кадре, где звуком, прям как эльфинка. Ну это интересно. А, она как будто бы из-за нас тебя нет, да? Ух ты, е-мое, как сделали интересно, как будто на сфингах бежит. Такое грузное звучание. Не знаю, задумывалось так или нет. У нее, конечно, в вокале идет летящий такой звук, как будто бы в металлической комнате запись была. Но отсюда немножечко грязи в самом вокале. Случание. Я не веду ни ноты. Слушайте, ну в этом все, в этих отдельных кадрах, как будто бы действительно такой емкий смысл. Но я, конечно же, не могу вникнуть в понять, чего там, что у нас. Блок-поп. Пытаюсь понять, ребят. Божечки, мне хочется ее запутать, одеть. Мурашки, правда, бегают мурашки. Прям, наверное, именно больше от видеоряда. Прикольное. Ну, в смысле, не то, что прикольно. О, да, правда, действительно, нам Джун сюда хорошо вписался. Я пока смотрела, у меня бывает ощущение, что я не представляю себя нам Джуна в этой песне. Не могу представить, как это будет. Но тут он очень привычный по тем, группа всему. Мне нравится эмоция. Есть, да, такое ощущение, где ты видишь двух музыкантов, полностью поглощенных музыкой, как искусством. О, во, во, во. Мне очень нравится гитара и это рок-звучание. Здесь такое очень шероховатое. А поясненько она там сидит. Ну, тут чувствуется, что задумка прежде всего была как раз таки вот в таком металлическом, потёртом звучании. Плюс это, конечно же, у нас рок, гитары, совы и всё остальное. Песня чисто по эмоции чувствуется, что действительно не попсовая тема. Вот. Поэтому здесь как бы это нужно учитывать. Но всё равно я что-то поняла, что песня не совсем моя. Ну, не знаю, по крайней мере, может быть, не под настроение сейчас. Конечно же, интересно заглянуть в лирику, посмотреть, что там. Потому что, скорее всего, там что-то действительно, что меня бы зацепило. По форме это просто отражается. Потом сама по себе композиция выглядела скорее как крик, да, какой-либо крик души. Мне понравились ассоциативные штучки, которые здесь делали с намёком на то самое искусство, да, на ту самую какую-то гениальность, я не знаю, попытку выразить какие-то мысли через образы, которые здесь использовались в клипе. Это, конечно же, всегда достойно, но требует определённых усилий от головы, от наших мозгов, чтобы понять, достучаться, вникнуть. Поэтому это, конечно же, похвально. Песня не совсем моя, но там были хорошие такие моменты, которые мне прям нравились. Но мне, опять же, мне не сильно понравилось вот это вот звучание. Не то, что не понравилось, оно режет ухо. И в этом был замысел, но он не пришёлся мне по вкусу. Хотя в целом по конструкции мне композиция понравилась. Оба исполнителя молодцы. И, как я уже сказала, Нам Джун здесь уместным оказался действительно такой Нам Джун, каким мы его привыкли видеть. Он был здесь, и он был на своём месте. Хотя до того момента, как он вступил, я, честно говоря, себе не сильно представляла, как это может быть. Что касается её, она доминировала, естественно, большую часть, потому что трек принадлежит ей прежде всего, как исполнителю. И она была на большем надрыве. Если у Нам Джуна через некую более такую мягкость, при том, что это был хип-хоп, но его тембр был более такой, так сказать, обвывакивающий, что ли, не знаю. У него был более, не знаю, не знаю, как объяснить, как бы там ни было, он был эмоциональный, но он был более комфортный. Вот так я выражусь. То у неё как раз-таки был более кричащий, более резкий, более сцентный такой вокал. И это, конечно же, вместе с собой сочетается прикольно. Ну, всё, мне кажется, я тут оценила и видеоряд, и всё по музыке поговорила. В целом скажу, что работа классная, можно смело ставить пятёрку, если она подпадает под нужное настроение и под желание копаться и разбираться, что конкретно хотел артист в это вложить для того, чтобы прочувствовать. Возможно, здесь какие-то темы затрагиваются социального или личностного характера, которые будут откликаться у слушателя или у зрителя. И, соответственно, эта композиция будет приобретать значительно большую ценность, если бы это было что-то просто попсовое на там ротацию по радио, на пританцовывание, на фон. Вот такие у меня мысли. Буду ждать ваши отзывы. Светлане говорим спасибо. И переходим к следующим ребятам, которых будем смотреть. Заявочка, прежде всего, пришла от Натальи. Ты пишешь, Аречка, здравствуй, приветик тебе. Уже традиция, да, ставить этот смайлик после приветствия. Ребята Трэнс выпустили клип. Видно, что ребята развиваются, растут. Нравятся клипы с историей. Всем весны и тепла. Спасибо большое. К тебе присоединилась также ягодка. Написала Аречка привет. Приветик тебе тоже, как вы видите этот смайлик. Давай посмотрим клип мальчишек Трэнс. Клип мне понравился. Изучание песни приятное. Там много всякой милоты и сердечка. Спасибо за твои видео. Ребята, спасибо вам за заявочки. Спасибо, что их смотрите. Композиция называется New Days. Вот так стилизована. Так, у нас тут прям сильный контраст засветов и глубокого черного. У нас погоня. О, мне уже нравится гитара. Она хоть и фонит, но звучит все равно прикольно. Ой, стучка потекла. Ух ты. Слушайте, как прикольно. Снато, да? Такие обрывки кадров. Вбитый фокус. Отставьте ребенка в покой. Господи, да он уже там все. Уже без того подбит. А, нет, гляньте. Я думала, он уйдет. А он тоже ворвался. Такое. Ну, все пошли вон. Выручил. Такие все побитые, но довольные. Ууу, класс. Какая сходу хореография у нас, да? Все было такое максимально разрушительное до этого. И тут погнали. Такие мягкие движения, бедра и все остальное. О, мне нравятся решения в музыке. Класс. Хорошо, ребятки, так фокус держат на камере взглядами. Гляньте, как отыграли. Хорошо. Спасибо. Что происходит? Так, у нас, в общем-то, во втором куплете нас немножко знакомят с... Отдельно с ребятами из их... Что так называются? Вовседневности. Ой, так романтично это, гляньте. Кстати, у него в локации, где хореография, очень броский образ у мальчика у этого, у этой рубашечки. Опять. Да ё-моё, хоре дубасит-то. Бежит на подмогу. Мне нравится, как, ну, танцевальная локация у них. О, май гад. Ё-моё, хочется идти спасать. И как вообще, да, вот смотреть-то на такое. Светлые эти моменты, пёрышки там летают. Как всегда, да, они нам специально на контрасте усугубляют ощущение драмы происходящей. Ё-моё, блин, как играют, пацаны, хорошо. Эти их смехунчики там с побитыми мордахами. Всё, раскидали, не успел. Как ворвалося, да? Мне нравится, что видеоряд транслирует прям, да. С одной стороны, хочется сказать, беззаботную юность. Но с другой стороны, типа, всё хорошо закончилось, типа, знаете, на том промежутке времени, которым закончились. И, конечно же, там не было всё так радужно, как могло бы быть, добавили вот этих вот жёстких таких моментов. Но да, это всё равно прикольно смотреть. Не потому что дайте нам крови и зрелищ, да, или там по-другому говорится ещё что-то про хлеб. Но всё равно, отыграли ребята хорошо, хорошо это подсняли, прям такими резанными кадрами. И ты действительно смотришь, и сердце рвётся из груди. Хочется что-то сделать, хочется, чтобы это всё немедленно прекратилось. Но мы всё равно как бы на это залипаем, потому что, ну, что скрывать. Ребята, правда, хорошо отыграли свои роли, начиная от момента, как они бежали, заканчивая моментами, где их били. Он, наверное, это какая-то есть цельная история, да, это либо начало, либо продолжение, чего там, если я что-то пропустила, напишите мне. Потом, что касается в целом видеоряда, компоновки этого видеоряда. Там было две у нас локации танцевальных, очень классная, выразительная получилась та, которая на стадионе или что это там было. Там, где у них чёрно-белые образы были. Потом мне не очень понравилось на фоне кафе, но поскольку у них была там подсъёмка, где они тусовались в кафе, то, в принципе, ожидаемая локация, хорошо, оно туда немножечко, как бы крючочком прилепилось. То есть, сильно мне понравилось в начале, где они бегут и концентрат чёрного и белого, прям практически без серого, это тоже хорошо просмотрелось. Эпично выглядели бандиты в этих масках, класс, классно, что не сделали каких-нибудь мордоворотов, знаете, таких, что просто смотришь и противно, да, они ещё когда там, например, агрессируют или ещё что-то, было бы не то. Тут классно сделали таких, такой собирательный образ зла некого, да, который на них нападает. Немножечко нам показали прям мельком-мельком-мельком каждого ребятёнка в своих каких-то локациях, как я уже сказала, отражая их повседневность. Прикольно, что это достаточно трудоёмко, да, выбрать эти все локации, подснять каждого мальчика, но они уместили это практически в один куплет, знаете, так сказать, не поскупили с размахом это всё подснять, для того, чтобы коротенько нам потом показать. И это добавляет веса, на мой взгляд, веса этой работе. В целом мне как бы понравилась песня сама по себе, я уже сказала там во время просмотра, хорошие переходы, хороший припев, она действительно залипучая, там хорошая гитара, и вообще в целом мне композиция понравилась, она была не сильно там драматичная и, как бы так выразиться, грубо говоря, сама песня, если не сопровождать видео рядом, достаточно драйвовая и вполне соответствует как раз-таки танцевальной локации возле кафешки и тусовки в самой кафешке. Вот так, но мне понравилось, как эту всю историю собрали, и ребята тоже уже, наверное, в десятый раз похвалю их актерскую игру, не только в моментах, где идёт у нас повествование, но и в съёмочных локациях, ой, в танцевальных локациях или просто каких-то позиционных кадрах они тоже хорошо отработали, прям я чувствовала. Окей, буду ждать ваши отзывы, спасибо девчонкам большое за заявочки на эту композицию, и у нас с вами есть нечто, на мой взгляд, суперинтересное и, конечно же, ожидаемое, не с момента заявки того, что это нас ждёт, а вообще чуть ли не с 2000, скажем так, до 13-го года. Это у нас Чим-Чим, как о боге это произошло, пополнилась у нас копилочка с сольными исполнителями в лице участников BTS. Светланочка, ты написала, практически там сразу, да, по-моему, как только клип вышел, гениальность в простоте, Чимин удивил своим новым звучанием, подачей танца, ждём теперь альбом. Да, ждём альбом, это у нас пререлизная такая радость для всех армии, плюс ко всему видела уже отзывы Бидога, да, что, дескать, встряхнёт он нас всех, и, конечно же, из-за этого всего я была в предвкушении, вот, Светик, ты говоришь, ещё и новое звучание. Мне кажется, вокал Чимина и его умение круто звучать практически в любой музыке мы и так, как бы, знаем, но тут хотелось бы, ну, действительно увидеть что-то новенькое. Поехали! Set me free part two называется композиция. Смотрим. Я поняла, это тот самый хор, о котором Чимин говорил в интервью. Руки-руки-пальцы, прикольно. О, когда я его не заметила, там, сразу. Хотя я что-то здесь не видела, как я не заметила. Так, ну тут по размаху напоминает чем-то о новом манифест особенно, да? Труба, это оркестр. О, хорошо, хорошо, хорошо. Слушайте. Отлично, вариография какая. Ой, боже. У вас есть это ощущение Чимина дебютного? Я имею в виду с бантанами. Есть? Я несколько раз прям так словила себе, боже, как хорошо, как красиво сняли, как отлично он двигается. В начале вообще по звучанию действительно Чимин, прям удивило. Класс, класс, класс. Отлично, отлично. Боже мой, он не танцует, ребята. Он как будто бы живет танцом. Тоже это чувствуете, да? Посмотрите, сколько там танцоров, а Чимин не теряется вообще ни на секундочку в таком количестве. Боже, гляньте, какая прикольная хореография. И как он конкретно танцует. Что там, автотюн просто бесконечный. Как будто бы тут Тихона. Я только что слышала, почему так похоже на Тихона. Вы крикете. Так, камера пишет. О. Отлично светом работают, ребята. Насколько круто работает свет. Создавая за секунду абсолютно разное восприятие происходящего. Класс. Так, знаете, что еще пошел мне сейчас в лайм БТ и Яна? Ну, это действительно такая работа. Я имею в виду все, визуал и размах в звучании претендует на звание артиста уже, уже легендарного. О, е-мое, е-мое. О, классно снято, обалдеть. Тут еще сделали вот это вот. Как оно стоить? А, ладно. О, светлым уже. С лунами с этими. Привет. Здравствуйте. Какой-то с клипом. И такие, привет, Чимин. Ух, ребята, ну это было мощно. Это действительно, знаете, вот такой сгусток эмоций. Эмоций, я не знаю, какой-то, какой-то идеи, какого-то замысла начинается в самом начале и накапливается, накапливается до самого конца прям бомбически. Да, вы посмотрите, одна локация, насколько это было круто реализовано. Прям хвалю. Это тот случай, когда больше локации и не нужно, и именно делает шоковость от того, насколько это круто. Сам факт того, что это все снято в одном месте, обалдеть. Так, вступает, значит, у нас Чимин довольно интересно. И это действительно удивительно, потому что в таком разрезе, вот так его бокалы мы еще не слушали. Это какие-то средние тона, плюс там, конечно же, была обработка, но и сама манера была другая. Потом, конечно же, есть очень много моментов для Чимина узнаваемых. Все вот эти вот его фишечки коронные в голосе, они были здесь, и это очень здорово. Сама композиция, конечно же, она звучит, как я уже сказала, похожа на манифест. Еще один у нас, да, получается, крик души. Нужно смотреть обязательно лирику, потому что даже Чимин говорил, что это у нас тема про движение и так далее. То есть она по большей мере его касается, его анализа того, как человек становится тем, кем он есть. Ну вот что-то вроде того, насколько я правильно поняла, опять же, нужно все-таки посмотреть лирику. Очень мощно! Эту работу точно не назовешь, знаете, для галочки, что сольно отметился. Это такой посыл и вот такой подход. Вот это вот все, действительно, по крупице, мне кажется, собиралось очень долгое время и выросло вот в что-то такое грандиозное. Мне просто бомба! Потом образы Чимина. Божечки-кошечки! С одной стороны, очень узнаваемый наш Чимин, который может быть одновременно невинным, дерзким, опасным, сексуальным, соблазнительным и всякое разное. По форме одежды, по образу он, конечно же, больше напоминало тему про какую-то борьбу, да, то есть что-то у нас такое полевое, конечно же, добавило и доставило, да. Вот эти вот татуировки на теле на нем, я, кстати, не глянула, что там было написано, я так увлеченно на него смотрела. Но, что больше всего меня цепануло, я как будто бы в некоторых моментах, возможно, так камера его снимала, возможно, так задумывалась, видела как будто бы дебютного Чимина еще из тех ранних-ранних эпох, при том, что Чимин, конечно, сильно извинился даже внешне по восприятию с того времени, но все равно я как будто бы того мальчишку увидела, это круто. Слушайте, ну вот действительно, если, я не думаю, что прям специально это делали, но если так подумать, для его истории, то есть которая в какой-то момент начинается и приходит к какой-то некой точке B, где он уже, да, у нас стоит в белом, это определенный пройденный путь, который показывается на протяжении всего перформанса, то тут у нас как бы есть тема, да, от Чимина того самого до Чимина нынешнего, вот эта вот трансформация, обалденно! Ребят, могу, наверное, говорить бесконечно, но лучше, лучше в 100 слов это слушать, слушать и слушать композицию еще раз и еще раз и смотреть. Хореография, постановка, обалденная, ребята! Да, там двигалась камера, периодически за счет камеры получались очень удачные моменты, потому что это было круто подснято, но все равно в целом, насколько это действительно было хореографично, ну то есть хореография, помноженная на 10, это был не просто танец, это была история и это было очень круто. Ребят, я буду ждать ваши отзывы, конечно же, мы обязательно с вами соприкоснемся со всем остальным, когда уже будет полный релиз, а на этом хочу, как обычно, поблагодарить каждого Айонка, кто поучаствовал в этой реакции, кто не забыл большой пальчик мне поставить, и думаю, пора закругляться. Саран-саран, с вами была Ари Ран, люблю вас, целую, пока-пока-пока!